Мэр Кишинёва Дарин Киртуака рассказал о начале строительства новых жилых блоков в столице. «Было бы правильно построить в городе как можно больше, не нарушая при этом минимальное расстояние, которое должно быть между постройками. И давайте не будем себе врать, мы не в состоянии бесконечно расширять город, потому что не сможем поддерживать инфраструктуру. Нужно использовать по максимуму всю имеющуюся площадь, не вредя зелёным насаждениям, не строя дома один на другом», – заявил Киртуака. По его словам, в европейском правиле говорится, что между двумя девятиэтажными блоками должна быть дистанция в половину высоты жилого блока. Это необходимо для того, чтобы жильцы, вне зависимости от этажа, на котором живут, получали необходимую норму солнечного света не менее чем в течение двух часов в день. «Строят такие высотные дома, расстояния между ними совершенно мало, и обзор загораживают человек. Вот это я считаю неправильно. Много неправильного. когда строят во дворах, сносят детские площадки, детям негде играть и проводить досуг, время – неправильно». «Уже скоро на тротуарах будут, наверное, строить и прохода не будет. Это просто больные люди, которые не могут себе органичить и подписывать кто? Кирток, и еще несколько человек, которые там по плану. Вот. И у них такой бардак. Они взяточники, и все разрешают, и людей ущемляют, не дают спокоя жить и детям. Площадки занимают детские». «Наш город не имеет никакого абсолютно дизайна, никакого тренда, ничего абсолютно, ничего. Во всем мире люди хотя бы пытаются, так сказать, сохранить то, что они имели до этого. Ахитектуру, какой-то стиль, какой-то, ну понимаете, даже в той Англии, в той же Ирландии, во Франции. Есть новый город, есть старый город, а наш город ни на что абсолютно не похож. Я вообще ничего не хочу такого сказать оскорбительно, скажем так, грубого, потому что даже не стоит». Дарин Киртуаке также рассказал о своих планах. Он считает, что три срока для мэра Кишинева более чем достаточно. «Это было великодушием со стороны кишиневцев. Идея с референдумом меня несколько раздражает, потому что создаёт нелепости. Я и не собирался идти дальше и баллотироваться на следующие сроки. Это было бы неправильно. Займусь чем-то другим, если захотят граждане. И до конца этого срока я хочу создать правильную сбалансированную правовую основу для мэрии и совета, а также создать проекты на 20 лет вперёд, чтобы у Кишинева было направление развития», добавил столичный городоначальник.